Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный новостной выпуск от NoMers Radio, куда бы меня не загнала жизнь. Пока я в отпуске, выпуски выходят без привычного черного фона и розового контрового света. Но, во-первых, будем надеяться, что это временно, а во-вторых, думаю, в этом антураже тоже что-то есть. Огромное спасибо поддержавшим меня на чужбине Денису Ша, Дане, Виталию, постараюсь не забывать про панк-рок, сегодня он будет, Денису Сергеевичу, Вячеславу Валерьевичу, Ивану Игоревичу и Евгению Сергеевичу. Что происходит с музыкальным движем в стране? Сервис продажи билетов в TicketCloud рассказал, как мобилизация. Волной отмены концертов и фестивалей сказалась на индустрии развлечения. Организаторы отменили и перенесли более 100 концертов за неделю. Речь идет о промежутке с 19 по 25 сентября. И мой концерт 1 октября тоже отменился, единственное, что могу сказать, скорее бы все это закончилось. Петербуржцы и Джейн Эйр выпустили еще один клип, на этот раз на трек «Нелюбимая» со своего нового альбома. Песни душевные, когда пластинка только вышла, этот трек вошел в топ-4 лучших, на мой взгляд, с него. Видео черно-белое, в кадре только щуренный Бурза и мрачный Питер. В очередной раз ловлю себя на мысли, что с удачным визуалом треки начинают играть новыми, в данном случае черно-белыми красками усиливается атмосферность. Последняя минута трека вкусна и эмоциональна, как будто с нотками около Энджи Сэндэй Рейвса. На днях ребята сыграли в Питере, затем в Ярославле, впереди еще вот такой список городов. Надеюсь, все будет окей. Само собой, уже давно слитый пиратами, теперь уже официально вышел новый альбом под названием «Зе эндсоуфар» из 12 треков группы «Слепнот». Тут котики. Впечатлениями о новых синглах, когда они выходили, я уже делился здесь. Пластинка действительно неоднозначная, там есть разная. И скажу честно, далеко не все мне нравится, но есть и крутые треки с крутыми злыми кусками, такими, за которые я когда-то во времена мифов и легенд и полюбил эту группу. Например, вот эта темка «Местами ничего». Милый и душевный сингл под названием «Просто так» вышел у горячо любимой мной группы «Комната». В донатах просили панк-рока и как раз старенькая техасская группа «Boring for Soup» выпустила новый, свой 11-й полноформатный альбом и веселый клип на один из треков с него. Песня называется «Привет, тревога» и, думаю, название трека сейчас для многих актуально. Видите, котика тут. Лайтовая, добрая, позитивная музычка. Пожалуй, это то, что нужно в эти беспокойные времена. А что там у горячо любимой нами группы «Fear or Free Free Free»? Оказывается, музыканты покинули группу и Джейсон Батлер остался один. Говорят, в коллективе были внутренние проблемы и внутри все было не очень. Интересно, что с «Fear or Free» будет дальше. Крутые ребята из группы «Oscala» выпустили клип на трек «Послед». Борзые, драйвовые, хардкорные куплеты. И отличные припевы чистым вокалом. Да, котик? В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент трека московской металкор-группы из пластинки 2007 года. Надеюсь, среди вас есть такие, кто их знает и сможет отгадать. На этом на сегодня все. Любые ваши донаты сейчас очень поддерживают мою деятельность. Лайком и комментарием мы с местными котиками тоже будем рады. Всех обнимаем. До новых встреч и пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. Спасибо.